Добрый день, уважаемые слушатели канала «Сангельс». Давным-давно за окнами весна, но снег опять в своей затею танцы. Зима в наш город видна, влюблена, и всё никак не может с ним расстаться, писал Андрей Дементьев. Конечно, у кого-то снег, у кого-то жара, но главное, что каждому из нас важно понять, что именно в мае нам предстоит посмотреть на происходящее вокруг события, какими бы они ни были, с непривычной стороны. Принимая мысли, что нет плохого и хорошего, есть задачи, которые ставит перед нами Творец. И этот временной отрезок, длиной в 30 дней, нам важно ставить цели не спеша. Перед тем, как действовать, сесть и лишние три минуты подумать. Месяц научит нас спешить, но в темпе вальса. Это когда сначала нужно зависнуть, прочувствовать свои ощущения, и, исходя из комфорта, определить темп, а не наоборот. Благоприятно начинать обучение, ведь архитект месяца через старшие арканы Таро, это верховный жрец, это иерафанты, гуру, авторитет, любить, учить и обучаться самому. Ключевые слова этого месяца – самоуважение, уважение, семья и моральные взаимности, профессионализм, авторитет, ученичество. И все будет крутиться вокруг этих понятий. Это и есть три секрета счастливых билета, дающие вам сонастройку с вибрациями мая. Не случайно у нас выпускники в мае выпускаются и подыскивать себе дальнейшую дорогу, куда пойти вступать, учиться. Ведь в это необыкновенное время люди, живущие на планете, сегодня получают возможность именить себя так, что раньше так никогда не делали. И посмотрите на это таким образом, чтобы в данный период вы стоите перед множеством открытых дверей. Вот все двери открыты, и вы на пороге вообще любой возможности. Все, что вы знали ранее, как проверенные схемы, все это потеряло смысл. Поэтому если вы что-то ранее определяли, как «я это не могу» или «у меня это не получается», сегодня не актуально. Повторю, все двери открыты, но прежние схемы и подходы вам стоит выбросить из головы. Их стоит перезаписать, перезагрузить. Ну, как психологи говорят, закрыть гештальтер. Новый цикл дает нам шанс реализовать все, что вы желаете. Не с позиции дожать, доделать, вытерпеть и так далее, а с позиции отойти на шаг назад, посмотреть под другим углом и начать все с нуля. Итак, май. Как я уже сказала, архетип жреца. И мы понимаем, что это такая авторитетная мужская пассивная энергия. Она духовная, ментальная, статичная. В общем, никуда не торопимся, все обдумываем с чувством, с толком, с расстановкой. Правила жреца – не суетитесь, не просите. Все возможности придут сами. Если был запрос, и главное – впустить это в сердце. Энергия месяца с энергией года создает поле с архетипом 12-го аркана, повешенный. Когда в минусе у кого-то будут наблюдаться тенденции в целях сделать жертвы признанных авторитетов, сообщества, идеологии, жертвам в этом месяце будет прилетать. Поэтому, вопреки сформированным стойким убеждениям жертвить, страдать и не развиваться, вот сейчас вообще не время. Провокации сделать кого-то жертвой через, может быть, какие-то иностранные государства, или там идеологический фанатизм, через больших авторитетов, глобальных авторитетов, так или иначе будут. Иначе, как мы будем проходить свои уроки, нам эти уроки приготовили. Но, тем не менее, не время оставить себя из жизни на паузу. То есть май дает нам большие возможности для выхода из кризисов, из жизненных тупиков, из неких застойных состояний. Главное условие – это активная позиция веры в себя, в свои знания, в свою авторитетность, в свои суждения. В это же время, в май, надо приготовиться к повышенному давлению со стороны людей, которые позиционируют себя по отношению к вам старшими, опекающими, более мудрыми, знающими. Ужесточаются и четко проявят себя ограничения, связанные с традиционными представлениями и укладами. Обосряться требования или потребности быть не хуже людей. Здесь главное будет не попасть в позицию, опять же, жертвы, потому что тема архетипа повешенная. Это то, как мы себя представлять будем. Это сознание на этот месяц, общее общественное сознание, такой социальный пласт. Так вот, жертвы или агрессоры. Пытающегося преследовать других. Мы отрицаем, отсекаем эту позицию. И если вы занимаетесь своим духовным развитием, практикуете именизативную работу, то май раскрывает перед вами большие возможности для того, чтобы установить интуитивный контакт со своими духовными наставниками через ваши традиции духовные. И если у вас есть четко обозначенные цели, вопросы, требующие понимания, то держите все это в фокусе внимания. Ответы обязательно к вам придут. Будьте осторожны с носителями догм. И тем более, как я уже говорила, фанатиками. Не надо пытаться их переубедить, переспорить или демонстративно пойти против убеждений. Не надо. Потому что май обостряет упрямство и их упрямство, и наше, потому что это общее поле. Оно действует на всех в меньшей и большей степени. И энергия года колесница, она добавляет воинственности, агрессивности, целеустремленности. И когда мы соединим минусовые проявления этих двух энергий, двух и трех, да, если сосчитать вместе, то эта смесь получается совсем не безобидная. Таким образом, самые опасные установки меси таковы. Нужны сначала для других, а уже после для себя. Или я еще потерплю, и мне воздастся. Или еще тоже одна. Я столько делаю, меня непременно оценят, похвалят, заметят, будут любить. Но не воздастся вам за страдания, если они есть, да, потому что энергия в балансе это уметь находить философские смыслы происходящие. Это спокойствие, сосредоточенность на своем внутреннем мире, созерцательность всего и вся вокруг. Смотрим на все не как все, а видя отклик души, тогда увидим то, что другие не видят. Ну, по карьере, если посмотреть, то фонтанирование здесь ждать не стоит. Занимайтесь делом, анализируйте, создавайте, изучайте, собирайте козыри в руках, а лучше два. Не спешите эти козыри пока что доставать. Спокойно все взвесьте, оцените обстановку, посмотрите на свое окружение, еще раз подумайте, понаблюдайте за происходящим со стороны и только потом, когда-нибудь при удобном случае объяснете. Но не время, не сейчас. То есть, пишать надо, не торопясь. Что касается партнерских отношений, наверное, стоит обратить внимание на людей знающих, авторитетных, заслуженных. Я уже говорила об этом. И здесь важно на таких людей, которые слов на ветер не бросают, не дают пустых обещаний. И партнерские отношения по жрецу, ну, любого рода, личностные, социальные, деловые, они будут определяться характером этих отношений. Ну, если в личном плане, то намерение только серьезное, это надежность, симпатия, вежливая уступчивость ради статуса и традиций. Ну, надо сказать, что при том, что люди не стремятся заключать брак, да, или союз мая, но именно май, если смотреть портрет личности, если смотреть композит пары, он дает как раз традиционный брак и официальное заключение отношений. Ну, если говорим про коллегиальный план, то нужна уверенность, что перед вами действительно человек, знающий, хороший учитель, наставник, а не такой, знаете, авторитарный проходимец, и вы для него очередная ступень на дороге к статусу. Ну, еще про финансы. Здесь пора выходить в свет, показывать себя, смотреть на людей, на энергии социальные. Деньги должны быть из этой области, и для того, чтобы они были, не обязательно активничать, да. Здесь главное с умом распорядиться тем, что вы знаете, умеете. Иногда бездействие и правильная оценка своих знаний может принести дивидендов намного больше. Первая половина мая будет плавно перетекать с энергии на кала, действия на стагнацию, а к последним дням мая прибавится энергия резкости, безрассудства, потальности, необходимости свежего воздуха и перемен. Ну, а теперь посмотрим, что же приготовил мая для людей, рожденных в январе. прислушайтесь к своему сердцу и примите решение по поводу определенного человека, дела или плана. Если вы до сих пор не делились этим или сомневались, то займите свой ум планы на ближайший праздник, праздник много в мае, и дайте волю внутреннему голосу и сердцу. Найдите противоречия или противоположности, требующие примирения. Почините сломанные, восстановите разрушенные. Есть энергия архитект влюбленных. И это не обязательно означает большую любовь, хотя не исключает та, которая ожидает на ближайшей автобусной остановке. Хотя, смотреть надо, да, случается и такое все-таки, яблони в свету. Дальше, для людей, рожденных в феврале. Энергия колесницы. Я уже сказала, что напомнила, что год с энергией колесницы и месяц энергией колесницы. Ну, что такое колесница? Это, конечно, скоростная повозка, это передвижение, это транспортные средства любые абсолютно. Может быть, шикарный кабриолет, можно пофантазировать, намечтать. И она такая усиленная, усиленная мощным турбодвигателем архитект погода с этим же номиналом. И здесь только успевайте следить за целями, за дорогами. Вы харизматичны, вы деятельны, вас и не дна действуйте. Главное, по правилам. Хороший месяц для начала любых дел. Ну, чего еще ждать? Цель у вас есть, осталось только проверить, все ли у вас с собой, дорогу, чтобы проделать нужный путь. Мало ли, вдруг чего-то не хватит, или нужно подзаправиться. будет. Если же вы не планировали на этот период, на этот месяц, никаких новых дел, новых начинаний, значит, это время может стать для вас сигналом или призывом к новому делу. Какое-то это, конечно, подумайте, посмотрите, да, какое оно будет, какого рода, сейчас сказать, трудно в общем прогнозе, но это надо индивидуально смотреть. Но так или иначе, это дело, оно может стать новым этапом в вашей жизни. Для рожденных в марте май от вас потребуют ясности мыслей. Если вы переживаете конфликт, если вам нужно принять важное решение, прежде всего постарайтесь сохранить порядочность и учесть отдаленные последствия своих действий. Возможно, также вам придется столкнуться с последствием действий, совершенных прежде, отдаленно или недавно. И в зависимости от того, как вы повели себя тогда, вам станет легко или наоборот напряженно на душе. Поэтому тоже смотрим. Для рожденных в апреле этот май принадлежит вам и только вам. Займитесь наконец собой. Абстрагируйтесь от суеты внешнего мира. Если этот месяц вы должны, запланировано было какое-то дело, то займитесь им глубоко и обстоятельно, не торопясь, не отпускаясь. Если вам нужно принять какое-то важное решение, то дайте ему созреть хорошенько, пока оно не станет для вас очевидным и естественным. Может быть, найти себя, вам поможет медитация, длительная прогулка или просто позерцание в водоеме. Для рожденных в мае бывают времена, когда мы должны принимать секречность перемен. Если вы ощущаете, что событие напрягается неумолимо, то дайте им произойти. Помните, что у каждого события есть свой смысл, даже если от нас он еще сокрыт. Так что вполне возможно, что и для вас пока неочевидное и бойственное в итоге обернется к лучшему. Май в целом удачен. Проблема лишь в том, что мы обычно не осознаем свою удачу. По крайней мере, сразу. поэтому судьба нас порой буквально тыкает носом, когда мы вот так вот затерялись, зависли. Отсюда ясно, что ваши самые ощущения в этом месяце будут прямо зависеть от того, сумеете ли вы распознать подавление судьбы, знать или нет. Ну и, конечно, вы именинники с днем рождения вас. Для рожденных в июне месяц май время максимальной производительности. Вы полны сил, энергии, ваша душа требует действия. Поэтому не удивляйтесь, если кто-то или что-то страстно вас увлечет. Это не значит, что вам непременно нужно устроить шоу. Просто дайте своим ощущениям полную свободу. Можете использовать это время для того, чтобы сделать значительную часть какой-то большой работы. Покажите свою заинтересованность, а если надо, то и характер. У вас хватит сил, чтобы преодолеть любые препятствия и чтобы залечиться поддержкой и помощью других. Для рожденных в июле май преподаст урок терпения, либо что-то так тянется у вас долго или слишком долго, затянется может быть еще больше, либо наступит задержка в каком-то деле, от которого вы никак не ожидали. Но не пытайтесь ускорить ход событий особенной силой, будет по-иному. возможно будет достаточно пересмотреть свое отношение к происходящему, взглянуть на все в новом свете и если это не поможет, значит вам придется принести какую-то жертву, чтобы дело взглянулось с этой точки. Далее, для рожденных в августе тема трансформации, то есть что-то закончится, что-то наконец пройдет или уйдет. Возможно вы будете рады, что это завершилось прежнее, прежние проекты или что-то какой-то этап, а возможно вам будет жаль расставаться с чем-то, что когда-то означало для вас так много. Во всяком случае будьте готовы проститься с прошлым, не пытайтесь сохранить или реанимировать это прошлое, отпустите его от себя и тогда в конце концов вы испытаете чувство освобождения, облегчения, даже если вначале вам будет трудно примириться с этим. Мы говорим про круг, то есть если мы говорим про человека, то так или иначе мы живем не одни и это касается нашего ближнего круга. Берегите здоровье. Для рожденных в сентябре волшебное время, когда с вашей легкой руки могут произойти удивительные открытия, находки, чудеса творчества. Может быть вам удастся свести нужных людей, решить сложную проблему или составить какую-нибудь хитрую рецептуру, но даже если вы собрались объясниться в любви, гладить острые углы или помириться, то и для этих целей не найти лучшего места, чем этот. Дерзайте. Для рожденных в октябре, хотя Кощей не так страшен, как его молюют, однако вам, видимо, придется встретиться с теневой стороной своего характера. Возможно, вас будут склонять к какому-то неблаговидному поступку или к измене своим принципам, проверять вас будут. Это может быть какое-то внезапное внутреннее побуждение, которого вы за собой ранее не подозревали или думали, что давно преодолели его. Как вариант, зависть, ревность, аллочность или жажда власти. Не стоит ни злиться на себя за это, ни взваливать вину на других, как не стоит и пытаться подавить себе это побуждение. Используйте ситуацию, чтобы внести луч света в тёмную часть своей души. Осознайте это свои побуждения и выясните его причины. Мы понимаем, что тень, теневая сторона нашей личности это так называемый наш генетический портет. Это то, что у нас встроено на уровне рода, на уровне генов, на уровне понимания то, что мы родители в семье. Поэтому оно, конечно, нас очень тянет и, так сказать, возвращая постоянно к тому, что мы привыкли, к тому, что мы увидели, к тому, что заложилось у нас период до трёх лет. Идём далее. Для рождённых в ноябре скучно вам не будет, вас ожидают сюрпризы, которые могут обернуться удивительными открытиями, но может стать и в то же время помехой или обманутыми ожиданиями. Если внезапное крушение планов погорчит вас или рассердит, что вполне понятно, то не забывайте, что энергия башни, а это как раз её архетип, образ, разрушенная башня, в конечном итоге означает слом ставших слишком тесными рамок или освобождение от изживших себя представлений. Спустя какое-то время вы перестанете жалеть о том, что не осуществилось в этом периоде. Поэтому всё, что не делается, к лучшему. Для рождённых в декабре можете смело строить планы на будущее, приступать к делам, предполагающим долгосрочную перспективу. А если у вас недавно закончился кризис или серая полоса, значит для вас тем более наступает пора новых надежд, начинаний. Чаще всего, хотя и не всегда это касается любви, партнёрских, взаимоотношений, уберите обдумки, чаще контактируйте с природой, с живой водой, взгляните на свою ситуацию с более высокой точки зрения. Творчество, артистизм, проявленность, всё сюда. Ну, сейчас я дам общую погоду, прогностику по дням. Числа, на которые постарайтесь избегать планировать важные дела, это 3, 4, 10, 17, 22, 27, 29. И условно хорошие дни, это 6, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 23, 24. Наступает время интуиции и накопления знаний. Жрец, прежде чем отправить вас в путь к успеху, очень подробно выяснить, куда вы едете, зачем и что получите в конце пути. Конечно, это общий прогноз на май, но для тех, кто хочет знать свой личный прогноз, вы можете его заказать, это будет значки не точнее. В этой записи я рассмотрела лишь одну позицию, когда идёт личный расчёт, там рассматривается несколько позиций. плюс внутри каких периодов это всё происходит. Там есть нейтрологические периоды, астрологические периоды. И глядя на ведущие архетипы энергии, по такому же принципу подбирается, например, профессия или направление для обучения выпускникам, когда по портрету личности видно то, к чему предрасположен человек, к чему его предназначение, призвонися. Энергии архетипы из расчётных формул дают чёткое представление месяца также. Есть лучше для стройки какой-то месяц, есть для лечения, есть для обучения и так далее. Также единотодня отличен. Один хорош для покупок, например, другой для уединения. Не случайно руководители любого звена тщательно подбирают значимую дату для подписания договоров, дипломатических переговоров, открытия предприятий. И тем не менее, кому-то одному из сторон выбранная дата даёт больше бонусы. Она лучше подходит, а кому-то хуже. Это такая тонкость, такой нюанс. И если вообще смотреть, да, вот так постараться, судьба, конечно, решит по-своему, да, но знать тенденции, это значит судьбу умилостить. И кроме того, что мы можем посмотреть по астрологии, по нумерологии подходящий день, подобрать. И когда мы добавляем сюда ещё знания васту, как сесть, в каком направлении, какое место занять относительно партнёров, это всё добавит вам успеха, добавит устойчивости, добавит вероятности на то, что ваша идея, ваши проекты, ваши договоры пройдут успешно. и вот если всё это сложить, то здесь мы просто предполагаем, что для кого-то из подписантов, если это деловая встреча, вот этот запланированный старт станет успешнее, а значит запустит мощнее денежные потоки судьбоносные события. Дорогие слушатели, в мае я желаю каждому погружения в свой прекрасный внутренний мир. Учитесь регулировать скорость своего движения во всех сферах. Вообще учитесь. Философский камень лежит в области наук. Для себя также я строила график, запланировала также три обучающие программы, такие покрупнее и несколько, ну, что-то типа повышения квалификации. Поэтому все делаем вовремя и счастье всем в мае и до встречи.